Пример записи видео днем. Слева Pixel 6 Pro, справа iPhone 13 Pro. По цветопередаче снег холоднее на iPhone, по крайней мере на экране. Оцениваем стабилизацию. Сейчас иду не спеша. Смартфоны зафиксированы друг относительно друга. И давайте немного пробежимся. Здесь стабильнее картинка на пикселе. Ну и он сильнее кропает кадр. Давайте проверим плавность. И пойдем обратно, не спеша. Спускаемся здесь аккуратно. Так, и давайте проверим ширики. На iPhone, на Pixel. Как можете видеть, он мало захватывает. 0.7x, на iPhone 0.5x. Ну и гораздо стабильнее картинка на пикселе. За счет, еще раз повторюсь, более сильного кропа. Но в этом есть свои плюсы и минусы. Днем это круто. Вечером картинка может сильнее двоиться. Из-за более активной работы электронного стаба. Так, ну и по ширику. Минусы пикселя. То, что он без автофокуса. На iPhone, как можете видеть, автофокус есть. Так, давайте еще ниже спустимся. И здесь как раз попробуем включить основной модуль. Сверхширокий. Основной. Так, и телевик. В случае iPhone 3-х кратный. Оптический. На Pixel 4-х кратный. Давайте еще разочек. iPhone. Да, быстрее и плавнее переключает. В движении. На телевик стабильнее. Картинка на Pixel. Но мне кажется, опять же, на экране сложно судить. Как-то почетче, резче кадр на iPhone. Так, давайте мы наведем на здание. Да, на Pixel, кстати, замечаю, что почему-то фокус на телевике как-то странно работает. Давайте основной модуль. 4х. Такое чувство, как будто он не сфокусирован. Какое-то немного размытое изображение. Естественно, объективы все я протер. Еще раз давайте основной. 4х. Хоп. Телевик включился. Ну да ладно. Включаем основной модуль. По балансу белого смотрите. Сложный сценарий, потому что кругом белый снег. Так, сверху у нас облака. Все затянуто тучами. Ну так они снимают 4К30. Давайте теперь я переключусь на 4К60. Включил 4К60. На обоих смартфонах также работает оптическая плюс электронная стабилизация. Но, как можете видеть, сильнее кропает Pixel. Так, сейчас мы сюда отойдем. Ширик во время записи видео включить нельзя на обоих смартфонах, к сожалению. На Pixel можем включить 2Х на основной модуль. На iPhone 3Х, но, как можете видеть, тоже на основной модуль. Так, если мы пробежимся. Пробежались. Дофига снега. Снега тут дофига. Так. Более синие джинсы. И это правильно на iPhone. На Pixel, мне кажется, слишком теплая картинка. Ну ладно, посмотрим уже на большом мониторе. Кстати, подул ветерок. Вот сейчас посмотрим, как справятся микрофоны. Слева, еще раз повторюсь, пиксель. Справа iPhone. Небольшой ручеок тут. Давайте проверим на этом примере. 2Х на основной модуль, 4Х. Вот, включился телевик. Так, вроде все хорошо, но поворачиваем аккуратненько камеру на совсем дальний объект. И видим, что... Да, вот видно. Телефон вдаль не фокусируется. Телевик. Хм. Ну что-то подобное в обзорах я не слышал, не видел, никто не говорил. Может быть все проверяли на не таких дальних объектах. Телевик. Вот еще раз смотрим. Ну нету, да, фокуса. Обратно. Поворачиваем. Вот если объект не так далеко, то все вроде хорошо. 1Х, 4Х, хоп, включился телевик. Вроде резкость есть, все есть. Как только объект еще дальше находится. Вот даже вот здесь, смотрите. Мыльный какой-то кадр. Почему? Так, давайте максимум увеличим. 20х. Ну вот, что это такое? Что за глюк? Почему так телевик работает? Или это просто конкретный образец? Если у вас есть Pixel 6 Pro, обязательно проверьте. Ну, на улице, естественно. Объект, скажем так, на средней дистанции и камеру поверните на объект, который находится вдали. Ну, видно, что телевик включается. Максимум 20х. И фокуса почему-то нет. Короче, вот так вот. Странно. 2Х, 4Х. Ну, отключился телевик. Вот, смотрите, сейчас вот вроде было все в фокусе. Объект удаляется, удаляется. И резкость заметно пропадает. Все становится мыльным. Пробуем увеличить немножко. 10Х, да, вот. 20Х. Все в мыле. 1Х. Ну, давайте для интереса тот же самый объект на iPhone 3Х телевик. Как раз вот пошли там люди. Смотрим. Ну, резко все детально. 9Х. Да, шумы уже есть, но мыла нет. Видите, да? 1Х. 3Х. Максимум 9Х. Все хорошо. Так, и теперь давайте посмотрим также на то здание. Увеличиваю. Ну, все хорошо. 9Х. Поворачиваем сюда. Все в фокусе. Все прекрасно. 1Х. Это пример на фронталку пикселя при хорошем освещении. Запись 4К30. Вот так он снимает. Давайте немного пройдемся. Динамический диапазон вроде хороший. Пример записи видео при плохом освещении. Слева Pixel 6 Pro справа iPhone 13 Pro. Давайте сразу проверим блики. Бликуют оба, но сильнее к сожалению бликует пиксель. Появляется такой вот розовый ореол от источника света. На iPhone такого я не вижу. По балансу белого. Значит, смотрите. Здесь у нас во дворе светодиодные лампы холодного света. На экране ближе к реальности пиксель. Давайте проверим стабилизацию. еду не спеша. На обоих работает оптическая плюс электронная. Но хочу сказать, что сильнее кропает пиксель. Из-за этого мне кажется кадр у него более стабильный. Но тут есть свои минусы. Чем сильнее используется электронная стабилизация, тем больше вероятность, что изображение будет двоиться. Так, если мы пробежимся. Да, более стабильная картинка на пикселе, как по рельсам, но опять же будет сильнее двоение. Так, здесь мы что проверим, также блики смотрим. А по шумам, кстати, обратите внимание, что вроде бы все неплохо, если посмотреть на небо, но это в 4К 30. Когда переключимся на 4К 60, шумов, к сожалению, будет больше на пикселе. По динамическому диапазону оба справляются хорошо. Может быть, чуть меньше засвета на айфоне, если мы посмотрим на лампу над дверью, но в целом неплохо. Картинка, мне кажется, чуть темнее на айфоне, то есть более контрастная. Давайте мы теперь переключимся на ширик. А в случае пикселя 0.7x, на айфоне 0.5x. Основной сверхширокий. Основной айфоне. Айфоне. Быстрее, наверное, чуть плавнее переключается айфон. Да, в случае пикселя есть небольшое подергивание. Так, ладно, включаем сверхширокий. Проверяем уровень шумов. Да, вот тут заметно сильнее шумит пиксель, если мы посмотрим на небо. и, кстати, небо в реальности немного розоватое. То есть, здесь айфон правильнее передал баланс белого и динамический диапазон у него лучше, если мы посмотрим на снег. Сейчас экспозицию пиксель подправил. Еще раз. Да. На ширике мне кажется слишком холодный снег на пикселе. так, минус сверхширокого на пикселе заключается в том, что здесь, к сожалению, нету автофокуса. На айфоне он есть. За счет этого у нас хорошая макро. Так, по стабилизации давайте проверим. На обоих работает только электронная. постабильнее картинка насколько я вижу на пикселе. Но тут смотрите, как я вам говорил ранее, чем сильнее работает электронная стабилизация, тем может быть больше раздвоение. Так, вдали лучше динамический диапазон однозначно на айфоне. Но это, если мы говорим про сверхширокий. Так, переключаюсь на основной. Смотрим плавность. И давайте пробежимся. Посмотрим стаб на основном модуле. стабильнее на пикселе. Но опять же смотрите на раздвоение. По работе автофокуса на основной модуль. Вот тут чуть медленнее пиксель был. Но в целом заметных проблем нет. Давайте попробуем переключиться на телевик. На пикселе можем включить 2Х. Понятно дело, это на основной модуль. 4Х. Вот видно, что он включил телевик. и айфон тоже 3Х. Шумнее мне кажется кадр на пикселе. Так, 1Х, 3Х, 1Х. Здесь давайте посмотрим 2Х, 4Х, 1Х. Сразу попробую 4Х. Ну да, они быстро переключаются, но тем не менее при таком освещении телевик включается. Разный баланс белого, холодный снег на пикселе, слишком бы, я сказал, холодный. на айфоне он чуть теплее, чем на самом деле. Вот так смартфон снимает 4К 30. Итак, переключился на 4К 60, а в случае пикселя сверхширокий включить нельзя, также на айфоне его включить нельзя во время записи видео. На пикселе можем включить 2Х, естественно, основной модуль. на айфоне есть кнопочка 3Х, но, насколько я вижу, телевик не включается, используется основной модуль. Так, с этим, я думаю, мы разобрались. По шумам, да, здесь видно по небу, что пиксель заметно сильнее шумит. по бликам опять же смотрите, что на пикселе они заметнее. Есть вот такие вот разводы, к сожалению. Так, ну и пройдемся не спеша. Оценим стабилизацию, есть ли раздвоение. Оба смартфона зафиксированы друг относительно друга. Так, а если мы пробежимся? Так, и давайте стандартно проверим здесь же работу автофокуса. 4К60. Ну, все хорошо. Проблем нет. Так, и плавность проверяем. Заодно смотрим динамический диапазон. на пикселе вроде бы все хорошо. Сильных засветов нет. Ну, и небольшой пример на фронталку пиксель 6 про. Запись идет, кстати, 4К 30 фпс. Так, проверяем плавность. Ролинг шаттера вроде нету. Все хорошо. Шумы смотрите, но вроде как и хватает. давайте подойдем где получше освещение. Держу одной рукой. Так, смотрим здесь. Взял вторую. шумы есть. Автофокуса, к сожалению, нет. Очень странная тенденция в случае пикселя. Раньше вроде как фронталки у них были с автофокусом. С какой-то версией перестали. А зря. В общем, так снимает пиксель на фронталку. Тот же пример снимаю на этой же дорожке, но уже на iPhone 13 Pro. Оцениваем фронталку. Так же держу одной рукой. По шумам, мне кажется, чуть поменьше. Да, их меньше. Так, и так же подойдем где больше света. Держу двумя руками. Вот так снимает фронталка iPhone 13 Pro. Ну и заключительные примеры в помещении 4K 30fps. Насколько я вижу хороший динамический диапазон. Засветов нет. Давайте посмотрим, как смартфон справится с записью видео. Какое будет количество шумов. А что касается автофокуса на телевике, то некоторые мне писали в телеграме. Ссылочка на него будет в описании. Что эта тема может быть связана с тем, что на улице холодно. Было где-то минус 8-9, но с другой стороны у меня был и iPhone в тех же условиях и там никаких подобных проблем не было. Поэтому мне сложно сказать, но судя потому, что я снимал именно на дальних дистанциях почему-то автофокус тупит. На среднее вроде все хорошо. Так, давайте посмотрим где вот такое хорошее освещение, количество шумов. Кстати, вот сейчас тестирую такие вот наушники. Обзорчик выйдет через неделю, через две. А фишка их заключается в том, что здесь есть запись разговоров и синхронный перевод, причем русский язык поддерживается. Естественно, активное шумоподавление все здесь имеется. Так, смотрим, смотрите, серый фон слева в углу шумы есть, но более-менее. Посмотрим сейчас, наверное, еще в 4К 60. Фокус в помещении. Так, ну, вроде все хорошо. Давайте проверим ширик. так, снимает ширик. 1Х телевик. Вот включился телевик. Ну, сейчас все окей. Резкость, четкость. У меня вопросов нет. Ну, опять же, смотреть на дальние дистанции. Ну, и сразу переключился на 4К 60. Давайте так же посмотрим. шумы есть, но вроде все более-менее. Так, телевика уже нет, только 2Х на основной модуль. Ну, в движении давайте снимем фокус 4К 60. 50. И также посмотрим на динамический диапазон. Подсветка здесь. Ну, вроде все хорошо. вот здесь шумы уже выползают. Ну, в целом неплохо. Пока монтировал видео, обнаружил еще один косяк. Вот смотрите, в 4К 30 уровень громкости такой, в 4К 60 он меньше. Почему-то вот именно в 60 фпс микрофоны записывают тише. Вот сейчас я пишу в 4К 30 и переключился на 4К 60. Держу так же, то есть микрофоны не закрываю.